Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Ткаченко Александр. Я проживаю в городе Оренбурге по улице Красногорска, 16. В 2012 году мы построили с женой частный дом. Получилось так, что нам было очень тяжело. Было очень много долгов. В связи с финансовой нагрузкой мы решили сделать отчуждение, продали доли в доме. Друзья, умопомрачительная история, на мой взгляд, это такая сублимация российского беспредела. Причем беспредела не только со стороны властей, но и самих обывателей. Сегодня я познакомился с интересной историей, попытался вникнуть в детали и хочу вам тоже эту историю рассказать. Наверное, ролик будет длинным, но все-таки наберитесь терпения, просмотрите этот ролик, мне придется делать очень много вставок. Я думаю, в конце вы очень многое поймете о России в целом. Скажу заранее, что обратился ко мне участник этих событий, непосредственно человек, который пострадал, но, разобравшись в деталях, как мне кажется, трудно разобраться в деле, который идет уже три года, а тебе предлагают за час или полтора вникнуть во все фамилии, во подробности судебного процесса, но, как мне кажется, я разобрался для себя и в конце понял, что я не поддерживаю даже самого человека. Я объясню, почему в самом конце. И тем не менее, несмотря на то, что у меня сложилось особое мнение по этому поводу, я все равно сделаю ролик для того, чтобы вы поняли, ужаснулись, как все происходит в России. Итак, суть истории такова. В Оренбурге на улице Красногорская, 16, некая молодая пара решили построить многоквартирный дом. Естественно, они влезли в кредит и начали воздвигать эдакий огромный массив. Я затем спросил этого человека, для чего они построили такой огромный дом. Это было желание заработать, бизнес, там мини-гостиница. Нет, ответил он, он хотел якобы перевезти туда всех своих родственников. То есть, уже с этого момента для меня непонятно, зачем влезать в огромные долги, если у тебя просто нет для этого средств. Но вот рассуждение типичного среднего россиянина, мы сейчас что-то начнем, а потом как-нибудь проблему эту разрулим. И так, естественно, во время строительства они столкнулись с тем, что у них просто не хватает средств для того, чтобы закончить такой огромный дом. Как они решают выйти из этого? Они решаются продать часть жилплощади, создать из этого дома своего рода коммуналку, то есть продать отдельные комнаты каким-то людям, и за счет них, естественно, закончить строительство, и чтобы все более-менее как-нибудь завершилось. Продали они свои доли, кому попало. С одной стороны, потом, когда я начал видеть, когда я увидел этих людей на суде, я удивился, насколько это комичные физиономии, ну, буквально сошедшие со страниц Чехова или Гоголя. Все это какие-то странные старушки и старички, которые повелись на эту, извините, но я назову дело своим именем Аферу. Вот я совсем не могу представить, как можно в наше время купить комнату в недостроенном доме, вот в таком состоянии, в полном бардаке, и жить с другими по принципу коммуналки, как вообще можно в это вкладывать деньги. Но тем не менее 10 долей продать им удалось, и 6 из них, насколько я понял, продолжают жить в этом доме вместе, судя по всему, с героем этих событий. Нужно сказать, что дом находится по соседству с очень красивой современной гостиницей. Хозяйка этой гостиницы некая Мария Терехина. Вот посмотрите на это замечательное лицо. Дамочка, владелица вот этого самого особняка. Неплохо, правда ли? Я плохо разбираюсь в цене, но я уверен, что этот объект на много миллионов рублей. Госпожа Терехина еще во время строительства обратилась к герою всей этой истории, зовут его Александр Ткаченко, и, как он говорит, когда они еще поднимали первый этаж, предложила выкупить этот участок и начало строительства вот этого дома за якобы 1 миллион рублей. Человек к тому времени уже вложил 3 миллиона плюс материал. Он отказался и сказал, что если она заплатит 6 миллионов, они как-нибудь договорятся. Дамочка объявила, что это дорого. Уходя, она ему пригрозила, что разберется с ним. А на этом этапе история легла в штиль. А вот когда они дом построили, неожиданно они получили письмо, что якобы их дом построен неправильно. И аргументация просто с ног шибательная. Оказывается, находясь в глубине улицы, в общем-то даже не на первой линии, там есть линии, линия А, линия Б и так далее, то есть находясь не на первой, а на второй линии, он якобы попадает под расширение дороги в этом районе. И якобы в этом месте хотят расширить улицу, проходящую рядом, это улица Степана Разина, на огромное расстояние и создать там, ну что-то такое, мега магистраль, шестиполосочная магистраль. Это в России-то, да, где нет, как мы знаем, ни одного приличного автобана, а тут, просто в городе Оренбурге на улице Степана Разина будет шестиполосочная магистраль. Не документы, ну вот как нам, выдал контракт, что здесь у нас будет якобы идти расширение дороги. Ну это как может быть? Это же... А вот мы сейчас покажем, где дорога от улицы Степана Разина. Порядка 50 метров от дома Александра, улица Степана Разина, которую якобы, по словам начальника управления градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергея Брюнева, собираются расширять. Это ее что, будут на 50 метров расширять? Сколько же полос-то, Сергей Леонидович, вы хотите по улице Степана Разина запустить? Да, да, да. Или это все плод вашей коррумпированной фантазии? Давайте шим, как журналист, опрашивает соседу, живущую ровно на другой стороне. Ну и уж она-то тоже, наверное, должна знать о расширении дороги. Я вам мешаю? Нет? Приходите. Вы что-то замеряете? Я снимаю. А что если вы сидите? А вот этот дом, вот тот. Высокий, знаете. А что вы знаете про этот дом? Да ничего, слышала, что это... Что у них проблема? Да, года два назад, по-моему. Вот его городская власть заставляет собственника снести, потому что якобы будут расширять улицу Степана Разина. Кошмарно. Вот ту. И он мешает этому. Как считаете, это... А мы тоже, наверное, тогда мешаем. Что это за претензии такие? А, не знаю. А вы где живете? Вы где живете? Я тут живу. Вот это ваш дом? Да. А, кстати, меня зовут Алексей Мельников, я журналист, Народная телевидение Оренбуржья. Вот мы сейчас снимали в том доме с Александром. Не надо записывать. Собственникам. А скажите, к вам обращались власти Оренбурга, комитет по городостроительству, о том, что вам нужно свой дом снести, потому что он мешает расширению улицы Степана Разина? Теперь вы слышите? Да. Я такое первое слышу. Вообще такого не знала. А ваш дом на одной линии, вот, с домом Александра? Что он такой? А мои соседи все. А вы можете представить, как у вас имя, имя, отчество ваше? Ольга Валентиновна. Ольга Валентиновна, а фамилия? Какая разница? Хорошо, Ольга Валентиновна. В общем, вы ничего о расширении дороги не знаете? Понятия не имею. Ну что, разве мы бы тут покупали? Мы бы не покупали. Ой, извините, пожалуйста. А вы давно купили дом? Да, давно. Сколько лет уже? Двенадцать. Ну, то есть до того еще, как был тот дом построен? До того, до того, да. И ничего об этом не знали, о расширении? Вот улица Проховая 14. Да. И улица Проховая 17. Ничего не знают о расширении 50 метров улицы Степана Разина? А откуда мы можем знать, кто нас об этом уведомил, или когда мы сделку совершали, допустим, да? И так, как вы слышали, никого из проживающих на этой улице не уведомляли о том, что здесь будет проходить дорога. И все живут совершенно спокойно, но только конкретно этому парню с его женой досталось. Но еще как досталось, господа. Если бы это были только тяжбы между соседями, ну, как говорится, ничего страшного. Но дело в том, что жену этого человека посадили. На самом деле посадили на 6 лет. Это мать двух малолетних детей, которые сейчас остались полностью на иждивении героя нашего ролика. Ее мать в процессе всего этого дела заработала инвалидность второй группы. То есть пострадали очень многие люди. А посадили эту женщину, знаете, за что? За то, что она по представлению суда оказалась мошенницей. Она обманула заведомо этих людей, продав им доли в недостроенном доме, зная якобы, что дом построен неправильно. Собственно, вот этот документ, согласно которому территория нового дома предназначена не для строительства, а для расширения проезжей части. Вроде документально все подтверждается не в пользу Иулии Рыжевской, но опровергается письмами из Управления дорожного хозяйства города и Департамента градостроительства. Никакого расширения дороги не планируется. Земля предназначена для индивидуальной застройки. Как следует из ответа управления строительства дорожного хозяйства администрации города Оренбурга от 19 июля до 2018 года, у ширения проезжей части по улице Степана, разненном участке дороги по улице от улицы Аксакова до улицы Туркестанская города Оренбурга, перспективным планом не предусмотрено. И герой этого ролика связывает всю эту историю непосредственно с соседкой, вот с этой хозяйкой гостиницы, что именно она тогда, не сумев с ним договориться о цене, решила ему отомстить. Сейчас послушаем разговор журналиста с этой самой дамочкой 64-х лет Марии Терехиной, что она несет. Я прошу обратить внимание, что она все собирает в одну кучу. Явно видно, что она обозлена на своих соседей и что она готова их засадить за что угодно, обвиняя, что в этом доме некий притон, что там торгуют наркотиками и так далее. Прежде чем вы послушаете, хочу еще дать небольшую информацию. Герой этого ролика – бывший работник ГРУ. То есть обвинять бывшего работника в ГРУ, то что у него в доме наркокартель, конечно, глупо вдвойне. Но она пытается. То есть она пытается на этих людей навешать все что угодно. Молодую женщину, которая построила дом. Подожди, я вас перебью. Минутку я вас перебью. В чем суть? И вы что за предстоитель? Спросите меня. Я журналист, Союз журналистов России и справедливые газеты в Оренбурге. Алексей Мельников я показывал на ресепшене своего удостоверения. Вот я очень нужна, что я могу быть даже в воскресенье вечером ради вот этого. Воскресенье вечером, да. И хочу вам сообщить, минутку, хочу вам сообщить, что вы не там ищете сенсацию. Вы разобрались в сути, что вы ходите вот сейчас по дворам и хотите приготовить репортаж. Вы не боитесь, что очень много будет негатива. Юлия Федотова – это аферистка, которая обобрала массу людей. Вы знаете об этом? Это человек, который занимается наркотиками. Вы знаете об этом? Это человек, который не построил свое здание. Вы видите, в какой близи она построила здание, к ближестоящим. Она не имела права. Это человек, который не понимает русского языка. Вы видели, как ее крыша, как ее вообще здание расположено. Там притон в этом здании до сих пор. И я займусь и обязательно добьюсь до конца, чтобы вот это здание было снесено. То есть это вы инициатор этого уголовного дела получаете? Абсолютно и не инициатор для уголовного дела. Это уголовное дело должно быть тому по тебе. Я не инициатор этого уголовного дела. Но вы говорите, что вы добьетесь, чтобы дом был снесен. Значит, вы этого добиваете? Я не занимаюсь Юлией. Она сама, я вам говорю, она криминальный человек. Вы не слышите меня? Этот человек занимается наркотиками. Вы слышите вот это? Она продает наркотики или как? Вот вы знаете, я не хочу голословно обвинять никого. Но я вызываю охрану и очень часто нахожу на своей, так сказать, вокруг своего здания вот эти вот вкладки. Закладки. Закладки или вкладки. Я не знаю, что это такое. Но это было криминальном языке. И вы не там ищите перстацию. И не того человека вы защищаете. Вы послушайте людей, которые у нее купили квартиру. Которых она обобрала. Вот этих дедов, которые там проживали. Вот этих молодых женщин. Которых она продала, не пойми что, неузаконенные свои помещения. А вы ее, здесь союз журналистов, привлекаете? Нет, нет, я никого не защищаю. Извините, Мария, я никого не защищаю. Я хочу раздаваться в ситуации. Вы пройдите под соседем лучше. Пройдите. И послушайте. Куда пройдите? Сколько людей там живут? Сколько людей живут? Мы снимали, были в этом доме. И в каких условиях они живут? Мы были в этом доме, да. И что? Что вы были? Ну, ни одного, ни одного отрицательного мнения не услышали. Там уже пятое поколение людей сменилось. И все они живут незаконно. Почему они там живут? Вы спросили? Они незаконно живут в этом доме? А как они живут в этом доме? Дом построен незаконно. Дом не оформлен. А если оформлен, значит, какими-то, так сказать, ну, незаконными методами. Этот дом построен и узаконен незаконно. Скажите, а это доказано вот именно в том процессе, который Юлию осудил на 6 лет, то, что дом построен незаконно, вот о чем вы сейчас говорите? Или это, как бы, ваше предположение только? То есть я хочу вас увидеть. У меня прям, вот если еще привлечем, стою журналистов в вашем лице, это вот просто чушь собачья. И обвинять администрацию в этом, уж в этом администрацию обвинить, никак нельзя. Ни Брюнева, ни Арабова, никого. Вы ухватились за эту ниточку, что люди, может быть, ошиблись. И защищайте вот таких подонков, как Юлия Федотова. Я по-другому ее назвать не смогу. Тогда, когда она строилась, уже было незаконно, уже ей запрещено было строить. Почему она строилась? Мария, спасибо. Давайте все-таки с вами встретимся. Действительно, в воскресенье вечером или в понедельник, в какое время скажете, я подъеду. Картина постепенно проявляется. Александр Ткаченко со своей женой построили дом между богатой и дорогой гостиницей, принадлежащей вот этой старушке, милой божий одуванчик, и небольшим рестораном с другой стороны. Хозяйка гостиницы хотела это место себе для парковки, как предполагает герой. В любом случае, вся инициатива шла именно от нее. Но интересно не это, а то, что выяснилось по ходу этого дела. Оказывается, все, кто строит дома на этой и, по всей видимости, на других улицах, дают взятки в городской департамент градостроительства. И герою этого ролика предложили дать взятку в 15 миллионов. Дескать, если ты взятку дашь, проблем никаких не будет. Твой дом будет стоять, как и все остальные. Но проблема в том, что у него не было денег. Он и так уже продал доли своего дома, и поэтому взятку он давать отказался. Я думаю, что вы удивлены сейчас не меньше моего. Человека, построившего дом даже не рядом с дорогой, пытаются запрессовать по полной. Его жену посадили на 6 лет, что якобы его дом мешает строительству дороги. Дорогу запланировали аж в 1985 году. Но все эти годы не было материальной возможности дорогу расширить. Ну и уж тем более бред расширение дороги на якобы 6 полос. В это никто не верит. И понятно, что этого не будет. Более того, герой ролика добился документов, что в ближайшие годы никакого строительства дороги там не будет. Сейчас послушаем самое интересное в этой истории. Это разговор с начальником департамента градостроения города Оренбурга. То место, на которое стоит обратить внимание, я помечу восклицательным знаком. Сначала господин Брюнев делает вид, что он понятия не имеет, где находится этот дом, на какой линии, по какому адресу. Но буквально через минуту, когда журналист приводит в пример другую многоэтажку и говорит, что она находится на той же линии, тут вдруг просветляется память у господина начальника. И он сразу говорит, нет-нет, далеко не на той же линии, а очень даже не на той, значит. Он не только в курсе событий, он точно знает, о каких домах речь. – Можно к вам? – Да, походу. – Вот. – А скажите, пожалуйста, по поводу вот этой улицы Степана Разина, очень много вопросов. Вы их известили о том, что улица будет расширяться. Многие предприниматели об этом говорят, и они должны сносить свои дома. Вот несколько таких объектов. Есть, в частности, дом Красногорской, 16. Он должен быть снесен. Одна из причин – расширение улицы Степана Разина. Порядка 60 метров. – О Красногорской, 16, я ничего сейчас не скажу. Это конкретный случай. Извещения такие не рассылались. Есть генеральный план, который предусматривает расширение данной магистрали под шестиполосное, такое кольцо, так скажем, первое кольцо. Эти планы, они существуют, начиная с 1985 года, и в существующей редакции плана они есть. Но мы понимаем прекрасно, что экономически это на сегодняшний день невозможно, ибо изъятие может происходить для государственных нужд, в частности для расширения магистрали, только путем выкупа у собственников. А все дома там, естественно, в частной собственности находятся. – Ну вот между домом по Красногорской, 16 и магистралью есть коммерческая недвижимость, там и отель, усадьба, и ресторан. Получается, их тоже сносить, если расширять? – Генеральный план рассчитан до 2030 года. Если ситуация станет иной, и государство решит, что да, сейчас есть для этого все необходимые ресурсы, изымать данные земельные участки для строительства вот этой вот большой, нужной действительно магистрали, мы помним, что Степан Разинник ходит туда вниз, в пойму, через Астакаду, до улицы Беляевской, ну такое, еще раз говорю, первое кольцо, которое обрамляет наш исторический центр. Государство счет нужным, значит, будет выкупать. Но это, конечно, колоссальные средства. А то, что за прошедший период, за прошедшие 25 лет все земельные участки там были приватизированы, это факт. – На 60 метров будут расширять? – Я точно поперечник улицы сейчас не скажу. – Ну, дом по улице Красногорска-16, в 60 метрах от… – Вот по поводу Красногорска-16, если это вопрос конкретный, мы готовы рассмотреть его конкретно. Я даже не представляю, где этот адрес находится. – Да, и вот. – Просто там человека посадили, понимаете, он сидит, хозяйка, женщина, мать двоих детей сидит, отбывает наказание в колонии общего режима. Именно вот из-за того, что дом построен неправильно. – Ну, наверное, это самовольное строительство, да? – Да. – Самовольное строительство, максимальное решение суда, это снос самовольного объекта, причём здесь уголовное наказание и тоже, в принципе, мать. Ещё раз говорю, это конкретный случай, и здесь надо в нём, так сказать, отдельно разбираться. По 60 лет я вам как бы всю эту технологию рассказал. – Опять же, на той же линии стоит высотка по улице Аксакова, её тоже будут сносить? – Да, далеко не на той же линии, по сути дела, на красной линии стоит будущее расширение. Естественно, если бы она была на линии будущего расширения, то ничего подобного не было. – Ну, там ещё масса домов других. Их, получается, Юлия Федотова сидит в тюрьме неправосудно. – А вы про Юлию Федотова почему не сказали? – Ну, это улица Красногорская, 16. – Я ещё раз говорю, это конкретный случай. – Ну, это судьба человека, это жизнь двоих малолетних детей, понимаете? У вас есть дети, у неё есть дети, у неё есть дети. – Вы хотите сейчас меня спросить про судебное решение в отношении Юлии Федотова? – Конечно. – Я вам отвечаю, что ничего не знаю про это судебное решение. – Ну, как же. Департамент градостроительства был одной стороной. – Был одной стороной, скорее всего, по самовольному строительству. Но самовольное строительство – это всего лишь снос. Решение может быть только о сносе. Причём здесь уголовные наказания, мы здесь пояснить не можем. – А вы руководите департаментом градостроительства. Неужели в Оренбурге с градостроительством такая криминогенная ситуация сложилась? – Я ещё раз говорю, я по вопросам следствия никаких комментариев дать не могу и права не имею. – Ну, бог с ним сосредствуется, но вы же руководите этой отраслью. – Вы мне задали вопрос, я ответил, мне больше добавить нечего. – Что же теперь получается? – Получается, что господин Брюнёв, ну или весь их департамент градостроительства наглым образом на каждый большой объект, построенный на этой улице и, как я уже говорил, возможно и на других, снимают мзду в 15 миллионов рублей. Заплатишь деньги – можешь жить спокойно. Не заплатишь – мы придумаем всё, что угодно. Твой дом мешает непонятному расширению дороги или, например, на месте твоего дома будут строить вертолётную площадку для того, чтобы принимать президента. Или ещё бог знает что, мы что-нибудь придумаем. Ну а бабка, вот эта мерзотная во всей этой истории хозяйка гостиницы, угрожая им и, в конечном счёте, доведя эту историю до суда, стало понятно, что она связана каким-то образом с этими коррумпированными чиновниками. Что именно потому, что ей захотелось это место, она смогла дать каким-то нужным людям взятки, и они начали весь этот процесс. Кроме того, есть подозрение, что она подкупила этих самых идиотов, купивших долю в этом доме. Вот эти самые лица, о которых я вам говорю, буквально сошедшие со страниц Чехова или Гоголя. А сколько денег вы потеряли? Много. Ну сколько много? Ну это взяты молжа. Конечно. Ну человека, почему вы на 6 лет? Мария Фёдоровна, скажите, почему вы Юлию Федотову на 6 лет в тюрьму? Это не мы, это суд. У нас сама себя посадили. С вашего же иска. И здоровье забрала, и деньги забрала. Вы конкурента убрали просто? Что за глупости? Ну она же конкурент вашему отелю. Вы директор отеля, усадьбы, правильно? Что за глупости говорится? Вы ее закрыли в тюрьму. С моего позволения. А вы подходите и нагло снимаете. Нет, вы плохо знаете законы российской федерации. Судья Гурьянов Алексей Павлович закрыл ее в тюрьму, а не мы. А судья Гурьянов Алексей Павлович с вами в каких отношениях состоит? Не подскажете? Чешки лежит, сумасходящий уже. А чего смешного? Человек сидит в тюрьме. Почему вы смеетесь? Я с вами полицию напишу. Просто удивительно отвратительные физиономии, хочу я вам сказать. И они теперь скопом обвиняют эту самую молодую девушку за то, что она им продала части в этом доме. Лишила, так сказать, последнего. И дальше жилья-то их не лишили. Они по-прежнему в этом доме живут. Если кто-то совершил ошибку, то именно они, потому что они вот эти комнатушки в этом доме купили. А теперь, войдя в сговор с соседкой, которая, возможно, им что-то пообещала, может быть, снижение платы за коммунальные услуги, еще что-нибудь. Они теперь затопили эту самую рыжевскую, у которой и купили долю в доме. Смотрите, что получается. Начальник департамента требовал от молодой пары 15 миллионов за то, чтобы они жили спокойно. У пары не было денег, они не заплатили. Хозяйка, соседка гостиницы, хотела это место для того, чтобы построить парковку. Ее гостиница, находящаяся ближе к дороге, как бы не мешает расширению дороги. А дом, который находится на второй полосе Б, ну вот точно расширению дороги мешает. Женщину посадили на 6 лет за мошенничество, за то, что она якобы построила дом в неправильном месте. При этом, когда они его построили и когда они его оформляли, вопросов никаких не было, не только в момент строительства, после, но и полтора года, пока они спокойно жили и распродавали все эти доли в этом доме. Дальше. Если женщина все-таки мошенница и неправильно построила дом, сам глава департамента говорит, что по закону дом должны просто снести, ну может быть обложить ее штрафом. Но непонятно, почему ее посадили на 6 лет. Посадили ее якобы на 6 лет, потому что вот эта вся гоп-компания, купившая комнаты в этом доме, считает, что она их обманула и якобы поимела. Но они продолжают жить в этом доме. Жилплощади их не лишили. Дом сносить не собираются. В доме все соответствует правилам безопасности, пожарной и прочей. Дом не снесут, потому что дорогу там никто строить не собирается. Это всего лишь отмазка. Возникает один единственный вопрос. За что сидит вот эта женщина, которая сидит уже два года, а в общей сложности должна просидеть 6 лет? За что ее посадили? Так она мошенница или не мошенница? Получается, что ее посадили исключительно только за то, что она не дала 15 миллионов на лапу вот этому градоначальнику, который и отвечает вообще-то за застройку всех объектов и за состояние улиц и так далее. Когда я переписывался с этим человеком, я спросил его, а когда вы строили, вы получали разрешение? Ну, в этом разрешении должно быть конкретное имя, главный архитектор или кто отвечает за застройки? Нет, сказал он, этого ничего у нас делать не нужно. Но получается по факту, что нужно. Если вы построили дом, у вас его в любой момент могут отобрать, потому что там оказывается, запланирована дорога и оказывается еще даже в 85-м году, но об этом умолчат, а потом, если нужно, вдруг вспомнят и могут человека осудить. Проблема этих молодых людей даже не только в том, что они перешли кому-то дорогу и построили дом не в том месте. Проблема изначально, если вы поняли, мою мысль заключается в том, что они имели слишком большой аппетит. Они стали строить огромный дом, который материально не потянули, продали свои доли и этим самым завязли в этом болоте еще больше. Если бы они просто построили дом на свои деньги, возможно, этот дом снесли бы и вопросов не было. Но в том-то и дело, что они продали доли и там живет еще шесть семей и теперь этот дом снести фактически невозможно. Даже если суд заставляет снести этот дом, выполнить это условие суда невозможно. И вот именно за это женщину осудили на шесть лет. А почему я не поддерживаю героя этого ролика? Когда он писал мне все свои сообщения, он постоянно говорил, что нужно сломать систему. Давайте мы все вместе будем говорить об этой проблеме и точно так же, как с господином Голуновым, мы сможем добиться правды и, возможно, его жену выпустят из тюрьмы. В этом деле нарушение закона, помноженное на коррупцию, зависть и абсолютная, я бы сказал, беспробудная глупость этого населения. Начиная от героев этого ролика, жена, которая сейчас сидит шесть лет и муж, который пытается добиться, так сказать, справедливости, начали строить дом, который изначально было понятно, что не тянут в материальном смысле. И да, хорошо, что они решили не платить взятку, но ты не можешь в этой системе пытаться чего-то добиться, если изначально вся система, начиная от администрации города, главы градостроительства, застройщиков, журналистов, которые выпускают нужные репортажи, все прогнило, что можно искать в этой системе. Когда я начал общаться с этим человеком, я сказал ему сразу, с самого начала, я считаю, что ваша история это законченный кейс, вы можете обратиться со всем этим делом, потому что незаконно пострадали, потому что вам угрожали, а ему угрожали на самом деле, ваша жена получила срок за непонятное действие. Хотя, опять же, трудно сказать, виновата ли она или нет. Люди остались как бы обманутыми, в любом случае они приняли эту позицию. Так вот, я сказал ему, что нужно собирать этих двух детей, о которых вы говорите, ждать, когда жена вернется, и уезжать из этой страны. Учите иностранный язык, написал я в самом начале. Сообщите своей жене в тюрьму, пусть не отчаивается, пусть учит иностранный язык и уезжайте, выберите себе страну, уезжайте. Да, наверное, вы лишитесь вашего имущества. Непонятно, что произойдет, когда она через шесть лет выйдет и, видимо, дальше будет продолжать жить в этом доме, и как бы она уже не станет мошенницей больше. В общем, все непонятно в этой истории, но предложил я ему сразу уезжайте, складывайте все справочки, переводите, может быть, что-то на английский язык и уезжайте. Человек в конце мне написал, да, конечно, я жду, когда вернется моя жена, мы поедем в Краснодар. Вот так. Я ничего не стал ему отвечать, я еще раз просмотрел это дело и понял, что даже героя этого ролика мне не жаль, потому что люди в этой стране, мало того, что они существуют в абсолютно коррумпированной системе, в этой системе они пытаются устроить себе какую-то человеческую жизнь и даже когда они уже нарываются на эту систему, когда уже все очевидно и все понятно, все равно даже в этот момент до них не доходит, кто виноват, почему все так происходит, и они надеются лишь на вот это временное решение своей личной проблемы. Точно так же, как я сказал в отношении Голунова и Медузы. Мы вытащили своего парня, это самое главное, а дальше ничего менять не надо, не надо выходить на митинги, не надо устраивать мощное противостояние, хотя даже люди уже готовы, нет, не надо, не надо, давайте выпьем. Нашего парня выпустили, а больше ничего менять не надо, как-нибудь дальше так и будем бултыхаться в этой системе и каждый будет пытаться выкарабкаться, каждый будет пытаться в конкретном местечковом случае решить свою проблему. Вот поэтому, господа, мне героев этого ролика не жалко. Никого из них, не построивших этот дом, ни идиотов, купивших долю в недостроенном доме, ни тех остальных, кого, возможно, тоже снесут, если вдруг решат строить шестиполосочную магистраль. Никого в этой истории мне не жалко, потому что в этой истории, на мой взгляд, показан не просто российский беспредел, но и беспробудная тупость населения, не желающего видеть корень своих проблем.